Просто у Андрея было куча вопросов еще. Хороший. Вот, и я вот начал было говорить в самом начале сегодняшнего такого семинара о храме. Храм вспоминал я, тот первый, который Соломон построил, который потом был разрушен. Потом было покаяние, возвращение народа, постепенно, не сразу. И храм был отстроен по-новой. Мы его называем, так условно, вторым храмом. Это был тот же храм, но уже восстановленный, возрожденный. Конечно, он поначалу был далеко не такой красавец, как вот тот первый. Даже старики, которые помнили еще пацанами тот первый храм, они плакали некоторые. Ну, потому что, на самом деле, время было другое совершенно, и возможности были уже другие у Израиля, меньшие. Но все-таки это был храм. Потом, столетия за столетием, храм отстраивался, перестраивался. Ко времени прихода Машираха, ко времени Рождества Христа, этот храм, он был великолепен уже. Ирод Великий потратил уйму денег, золота на реконструкции, перестройки, достройки, расширения. И храм засиял в своем великолепии, даже поговаривают лучше, чем во времена Соломона. Одним словом, может быть, и не лучше, но уже и не хуже. То есть, вот на таком уровне был храм. Великолепные врата храма были построены. Люди издалека приходили и говорили, это невероятно, это чудо света. Если бы это не еврейская постройка, она бы вошла в чудеса света. Но, раз евреи сделали, то не внесли ее в чудеса света, но это было чудо на самом деле. Ворота. Высота ворот. Знаете, какая была? Цикловские ворота. 25 метров. Это невероятно. Короче, 25 метров, не 2,50. Многоэтажка. Вот это были врата. Тонны золота на ней, серебра. О, это перед этими воротами любой человек как букашка просто стоял. Это же врата, они говорили, это врата славы, божьи. Вот это да. И все здания, все здания. То есть, когда ученики говорили Христу, вот посмотри, какие камни, какие здания. Но было на что посмотреть. Хотя Иисус-то, конечно, он с детства все это знал. Каждую Пасху туда его приводили. К храму родители семья была набожна, и Иосиф, Мария приводили каждую Пасху туда, к храму. Но, несмотря на это, было на что посмотреть. И, ну, Иисус сказал страшные слова, конечно, о том храме. Он сказал, что все будет разрушено. Камни на камне не останется. Так все исполнилось. Буквально через 40 лет это все исполнилось. Ровно через 40 лет после произнесения этих слов. Ну, 40 лет и точнее 3 месяца еще. Одним словом, вскоре это все стало страшной реальностью. Но слова Христа прозвучали о втором храме. Но, вот в этот промежуток между словами Христа и исполнением на протяжении вот этих 40 лет развития уже церкви, строился третий храм. Началось строительство третьего храма. И апостол Павел пишет, помните, 1 Коринфянам 3.16. Есть Иоанн 3.16. Мы говорим золотой стих Библии, да? Давайте скажем вместе. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Это Иоанн 3.16. Мы, христиане, называем это золотым стихом Библии. То есть, как бы, ключик ко всему Писанию. Но есть 1 Коринфянам 3.16, которое я называю часто золотым стихом экклезиологии. То есть, учение о церкви, понимание, что есть церковь такое, что есть церковь Бога Живаго, столк и утверждение истины. И там сказано, разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Аллилуйя. Это чудо. Это слова, записанные Павлом, были тогда, когда еще храм тот, второй, еще не был разрушен. Да, слова Христа уже были сказаны. Да, храм уже был пустышкой. Дом оставляется пустым. В Иерусалиме лишь один дом был, по сути, вправе называться домом. Это дом Бога. Это не дом даже царя. Это дом Бога. И этот дом опустел. И этому есть сильнейшие свидетельства, исторические. Не только Нового Завета. В Талмуде книга традиционного иудаизма, которая никак не заинтересована в распространении христианства, но в ней есть десятки, добрые сотни свидетельств, косвенных свидетельств правдивости Евангелий и правдивости Вечности и Ишуа, как нашеха, Иисуса, как настоящего Христа. Удивительные свидетельства. Самые потрясающие в разделе Талмуда, который называется Йома или Йомха Кипури. День искупления, день суда, день всепрощения. Разные переводы. Ну, Кипур это еще и жребий, покрытие, прочее. Покрытие грехов. И вот, значит, и это имеется в виду тот самый день в Библии описанный, да, когда первосвященник великий заходил раз в году в древности во святой и святых Иерусалимского храма. Это осенний праздник, вот он не так давно был. Йомха Кипури. Йом Кипур, судно-день, день искупления. Раз в году великий священник, как патриарх, он заходил туда во святой и святых. И заходил не просто так, а заходил с кровью ритуально обескровленного козленочка. Все это описывается в Библии, мы, думаю, знаем, да. Брались два козленка, бросался жребий, вот Кипур, да, значит, Пур, Пур, жребий, Пур. Есть праздник Пурим, Пурим, да, а это Кипур. Значит, и бросался жребий между козлятками, и одного отправляли, козлятушки, ребятушки такие, да, одного на смерть в пустыню, а другого ритуально обескрабливали. И эту кровь первосвященник вносил во святое, потом во святое святых, и окроплял все этой кровью. И священники во времена второго храма, они, согласно Талмуду, этому разделу Йома, имели несколько удостоверений, принял ли Бог жертву или не принял. И самое важное для них было проверкой, знаете, какой обряд? Интересный. В Талмуде написывается подробно. Брались лоскуты материи белоснежной, белоснежные нити, белоснежные лоскуты, и они пропитывались этой кровью, этого ритуального обескрабливого казмёночка. И в течение того дня они привешивались в храме, и священники наблюдали. Если они становились белоснежными вновь, сверхъестественно, то священники говорили, Бог принял жертву своего народа. Если оставались кровавыми, значит нет. И за основу они брали место из Писания, из книги пророка Исаия, пророчества, что если грехи ваши будут там, как снег убили, но вот в чём дело, в оригинальном тексте не совсем так. Там буквально говорится о пропитанной кровью тряпке. Там говорится пропитанной кровью тряпка. И Бог говорит дальше, не просто как снег, а сделают белоснежно, блистающе, как на земле не можно убилить берильщик. Вот примерно так вот. Потрясающе. То есть оригинальный текст говорит о сверхъестественном убелении. И вот и священники наблюдали. И в Талмуде говорится, что 40 лет подряд при некоем Шимоне Цатике, праведнике Симоне, лоскуты становились белоснежными на глазах у Всевосвященства. Это было знаком прощения. Потом 40 лет было неопределённости. Временами да, временами нет. Чередовалось всё. То да, то нет. Но дальше написано в Талмуде, что последних 40 лет, перед тем, как храм был разрушен, жертва на Йоруха Кипури никогда не принималась. Оставались кровавыми лоскуты эти все. И плюс ещё, последних 40 лет страшные знамения были в храме. Минора сама собой гасла. Сама собой. То есть это было очень дурным знаком для священников. Фитили были, масло было. Как бы кахану, только наоборот. Всё наоборот. И всё гасло. Храмовые ворота, врата, я говорил, 25 метров. Огромнейшие врата. Их, вот так вот, от сквозняка они, однозначно, друзья, не откроются. Так вот, эти врата сами собой распахивались, написано. Не просто приоткрывались, а распахивались во время приношения жертвы. Это было сверхъестественным знаком. Здесь уже весь Израиль, все собравшиеся пред храмом, видели страшный знак. Ну, или прекрасный, одновременно. День открытых дверей. Завеса в храме была разорвана. Мы читаем об этом в Евангелиях. Мы знаем из истории, что священнослужители поступили очень подло. Завесу восстановили. Реконструкцию произвели. И завеса большая, толстая. Это не просто занавесочка вам, тряпочка. Она делалась из чего, согласно Библии? Из прессованных кож животных. И толщиной в ладонь. Шириной в ладонь. Разорвать такую завесу, в те времена, это была инопланетная технология. В те времена, на Земле не было таких усилий, которые позволили подобную завесу бы сверху до низа разодрать. Это сверхъестественное разрывание. которое стало знамением конца храма о благочестии. Началом новой эры. Началом эры благодати. И много других знамений было еще. В храме священники видели сцены будущего. Страшного будущего. Коней, всадников, разрушения. И так 40 лет подряд это продолжалось. Да, мы знаем из деяний 6 главы, что многие священников покорились в вере. Но, к сожалению, это были лишь сравнительно небольшие группы священнослужителей. Основная часть религиозной, мафиозной структуры так и осталась себе на уме в грехе. К сожалению. И в 70-м году нашей эры слова Машеха исполнились буквально. Пришли враги, римляне, обложили окопами, расставили свои легионы. Да, конечно, в Иерусалиме было полно народу. Да, в Иерусалиме много было войск. Да, евреи хорошо готовились к восстанию. Да, они могли бы дать по зубам Риму. Но не тут-то было. Машех сказал, Христос сказал, что когда увидите это, бегите в горы. Все, война уже проиграна. Потому что Бог оставил дом свой. И вдруг римляне на самом деле совершили удивительное. Ну, военные историки говорят, они подобное уже проделывали, хитрые всякие такие свои маневры. Иерусалимы однажды проснулись, евреи глядь, а римлян и как и не бывало. Римляне взяли, сорвались с места и ушли. Не солоно хлебавши. Куда, что, без всяких объявлений ушли. Как пришли, так ушли. Ну, ладно. Думают, ну, как бы, все повезло. Многие ликовали такой победе. Думали, это может даже сверхъестественная победа. Вот, Бог с нами. Но, мессианские верующие, эти евреи, мессианские, верующие в Иешуа, как в Машиаха, в Иисуса, как в Христа, они знали. Нет, это очень дурнежно, как наоборот. Христос говорил об этом. И они взяли и ушли из города. Ну, конечно, основная масса трудящихся, как говорится, евреев, сказали так, ну, как говорится, баба с воздуха были легче, но ушли сектанты, как бы, и ладно, мы живем теперь без этих сектантов. Но римляне вскоре вернулись. Как только ушли эти мессианские верующие, по словам Христа, вот, бежали с Иерусалима при, казалось бы, ликовании жителей и победе их не казалось бы такой. Римляне вернулись и уже не отступали, пока не сделали свое черное дело. Осада страшная, оборона, много евреев погибло, да почти все погибли. Потому что силы были неравные, легионов была масса, римляне бросили все на подавление этого восстания еврейского, потому что не знали, если сейчас евреи сейчас отколются вот так вот, то это будет знаком, сигналом для всех остальных. Значит, можно тоже откалываться от... И они хотели проучить поэтому евреев, вот, и проучили очень страшно. Больше миллиона евреев погибло в этой бойне. многие деревья были... целые леса были вырублены, везде висели трупы распятых евреев вдоль дорог. Бойня была страшная, бойня была ужасная. И, знаете, перед тем, как последний штурм, защитники города держались до последнего, евреи храбро стражались, но и силы были неравные. Да и самое страшное, что Бог оставил свой народ. Это самое страшное было. И когда уже последний штурм, Тит, этот полководец, сын императора, будущий императора Рима, он был, он посмотрел на осажденный город, погибающий уже город, ну, уже там уже дорого ясно было, что всего же время сочтено города. Вот, легионы были уже готовы к последнему штурму. И, значит, он дал команду легионам, чтобы весь город ломается, и, в принципе, что там, большая деревня, по-своему с Римом. Но храм не трогайте, храм оставьте. Говорят, он был очень впечатлен зрелищем этих огромных врат и самого храма издалека, блиставящего с золотом. Говорят, храм оставьте, пусть он будет. И знаете, но получилось, казалось бы, слова Иисуса под угрозой неисполнения, да? А ведь Иисус говорил, что храм будет возрушен, камня на камне не останется. Но получилось не как говорил император, ну, этот полководец, да, а как сказал Иисус. В момент сражения нечаянно его величество случаи, Ха, ха, да, мне нравится, как Чарльз Перджин говорит по этому поводу. Такой протестантский златоустый был в 19 веке. Он говорил, что его величество случаи, это псевдоним его величества Господа Бога. Когда Бог напрямую не работает под своим именем, он работает под псевдонимом своим этим. и вот его величество случаев. Случайно как бы факел один упал на кровлю храма в момент сражения. Начался пожар. Римские легионеры рискуют своей жизнью, еще битва была еще, битва, они кинулись тушить пожар, чтобы, ну, как бы император приказал, полководец приказал не трогать храм. Куда там? Они чем больше пытались тушить пожар, тем больше он разгорался. Говорят историки, как бы из-под поддувала разгоралось пламя. Там никакого поддувала нету. Там просто скала, монолит. И погибающим евреям, и побеждающим римлянам было понятно, там всем было уже ясно, что сам Бог евреев сжигает свой храм. Римляне, когда уже поняли легионеры, что уже поздно, что все охвачено уже огнем, они попытались кое-что вытащить из храма, хотя бы хоть что-то, как горячий пирожки таскали оттуда, утварь, семисвершник, что-то еще смогли вытащить. Но потом пламя было таким мощным, что тонны золота, серебра, меди, все плавалось и стекало ручьями. Плавильня великой наступила такая. Страшное зрелище. А потом, когда все стихло, и когда все это золото, тонны золота, серебра, все это застыло лавой такой, римляне взялись исполнять слова Иисуса, сами того не подозревая, что они исполняют слова Христа, Машиаха. Они стали разламывать эти камни, чтобы доставать это застывшее золото, серебро, там прочее. Вот. И исполнили слова Христа буквально камня, на камне не осталось. Больше того, когда уже там восстание, там второе было еще подавлено, говорили вообще, давайте все перепашим здесь вообще, плугами, чтобы вообще не было здесь вообще ничего, как будто ничего не было здесь раньше. Вот так вот. Это вам не шуточки. Я понимаю так, что слова Христа, Божьи слова, да, они исполнятся по-любому. Верят в то люди или не верят, принимают это или не принимают. Божье слово пребывает на век. И в этом величие Христа и действительно Сын Божий, Он и Сын Человеческий, и Он есть и Альфа, и Омега, начало и конец. И третий храм, который вот уже два тысячелетия развивается, существует, строится, стройка тысячелетий, называется в Библии Нового Завета еще телом его, телом Христа. телом Мессии. Тело его. Главой этого тела является опять-таки сам Христос. И в Коринфянам, чуть выше, в 11 стихе, в 3 главе, там говорится, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Одно основание и купол этого храма, и весь этот храм это тело его. Слава Богу. Так что, друзья, вот живые камни созидают это третий храм. Вот. Ну, а в истории христианства, конечно, были разные периоды. Так вот, если подойти к самой теме истории церкви, то, да, был период римский, когда наши с вами братья, сестер очень жестоко гнали, как правило, римские императоры. слава Богу, что церковь выстояла в то время, вот, и действительно, вот, церковь победоносна, побеждающая, вот, очень много людей обратилось с разных народов империи и за пределами Айкумены. Тоже христианство распространялось интересно. Но, затем наступило такое о государствах, обновлении церкви. Как говорил один православный реформатор еще сто лет назад в Петрограде тогдашнем во дворце Урицкого, так назывался тогда Таврический дворец, выступая, значит, Александр Беденский такой был. У вас здесь улица есть Молочарского, вот, этого безбожника, товарища антихриста, который считал, что, значит, Бога нет, не было и не надо, и Молочарский господин хотел доказать, или товарищ, хотел доказать, что сама идея Бога, она абсурдна, и в том дворце он тоже выступал, ему давали слово, вот, он считал, что он доказывал наглядно, с иллюстрациями, что Бога нет, но дали слово также и религиозникам, и вот у Молочарского за пояс заткнул тогда Александр Беденский, ему это не могли простить потом, вот, и Александр Беденский, он как раз и рассказывал там во дворце Молочарского, тогдашнем, Таврическом дворце, нынешнем снова, он рассказывал о том, что несмотря на, Молочарский гнул свою линию, конечно, он гнул на то, давил, что вот, если вы говорите там Бог, Христос, то смотрите, какая церковь у нас вообще, какое христианство и прочее, но господин Беденский отвечал Молочарскому, что давайте, товарищи, господа, котлеты отдельно, как говорится, мухи отдельно, если вы критикуете церковь, это как бы одна критика, но это не Бог, слушайте, церковь это еще далеко не Бог, вот, и он рассказывал по поводу вот этого периода как раз о государствовании христианства в четвертом веке во времена этого антихриста Константина и его матери Елены, ну они два с пока пара, в общем-то, оба сделали много беды в христианстве в то время, он рассказывал об этом времени, он сказал так, он сказал, что так, товарищ Молчарский, прав был, что да, закабаление церковь не произошло, но он сказал так, что и попала, говорит, птица царства божьего, да, в золотую клетку государства, это была золотая, но это была клетка, и он дальше объяснял как раз, что произошло смешание христианства с язычеством, не по нашей даже доброй воле, это было добровольно, принудительно, политический заказ был, ярко выраженный политический заказ на смешание христианства с язычеством, и в христианство были привнесены многочисленные ереси, многочисленные, и вот уже упомянутые, многобожие, многобожие в христианстве выражается, ну, в разных формах, но особенно самая зловещая форма многобожия в христианстве, это вера во всякого рода посредников к Богу, которые наделяются божескими свойствами, все ведения, все присутствия, все знания, хотя черным по белому в Библии написано, ибо един Бог, Павел пишет Тимофею, 1 Тимофею послание, 2.5, 1 Тимофею 2.5, ибо един Бог, он пишет, и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, и дальше начало 6 стиха, предавший себя для искупления всех, подчеркнуто, всех, я одному священнику, это тоже, я это многим священникам говорил, одному из священников традиционных православных, моих вчерашних коллег, я говорил об этом, и он мне выпалил такую фразу, такой афанаризм такой, что, ну, у Павла, может, не все, чин по чину, есть нечто неудобное, вразумительное, мол, стоп, это как раз вразумительно, во-первых, а во-вторых, если Павел не указ, то, а Иисус указ, Иисус сам, я процитировал тут же, следом, глава Иоанна 6 стих, я есмь путь, истина и жизнь, и никто не приходит, Иисус подчеркивает, к Отцу, как только лишь через меня, через Иисуса Христа, а это что, говорю, кому написано, Иисус же не сказал, это для протестантов только лишь, вот такая информация, а вот для православных и для католиков, также через мою маму, там, друзей моих, апостолов, там, и кого вы еще там себе понапридумываете, или же, и прочее, прочее, нет, слова Христа для всех сказаны, знаете ли, для всех говорили, независимо от нашей конфессии, мне священники некоторые уже не раз говорили, вот мол, наобщался с протестантами ты, и сам стал протестантом, все, ой-ой-ой, как простенькую разину в том песне поется, старой русской, да, что, сам на утро баба пристал, короче, все, вот, значит, этого, из-за острова на стреже, вот, и, но я говорю этим друзьям, говорю так, но на самом-то деле, слова Христа, и Павлова слова, и вообще, и все послание Нового Завета, это не для лишь протестантов, это для всех нас, это Божье слово, оно вообще для всех нас, и поэтому, знаете, сегодня я, конечно, молюсь, и вас прошу тоже молиться, о том, чтобы действительно, вот, прозрели, в первую очередь, священнослужители, в первую очередь, священнослужители, потому что, если слепой ведет слепых за собой, то идут в яму, оба упадут, все упадут, очень страшная картина, кстати, вот, опять-таки, библейские эти сюжеты, в Эрминадаже представлены очень, так, серьезно, эти сцены описывались, эти сцены изображались художниками очень разными, разных эпох, но, наверное, в каждую эпоху, эта вечная истина, она звучит по-своему, вот, я тоже такие, я вообще пейзажист, я пейзажик делаю, вот, но, пишу, но, в последнее время, таких многофигурных композиций, эскизы рождаются, вот, библейских, вот, и, в том числе, и вот, подобная сцена тоже, слепые падают, но уже, чтобы в костюмах были, ну, и некоторые в древних костюмах, там, ну, первые, на первом плане лица, как бы, в тех библейских, там, временах, люди, во всякие, эти вот, тряпки, там, одевающиеся, начать, рясы какие-то, что-то такое, вот, а сзади уже, там, уже другие люди, чтобы были в современных костюмах, ну, наши современники, неузнаваемые, потому что, оно всегда так, и, дамы и господа, как написано, действительно, поражу пастора, рассеется овцы, да, вот, поэтому очень важно молиться за пасторей, за служителей, за лидеров церквей, да, я извиняюсь, уже даже вот, одна душа уже уснула, да, ладно, да, присутствие Бога, пускай, да, вот, и у Марин вас, наверное, нет? Все, у нас пастор, что время, полтора часа пропали, да, терпели, сейчас правда исправят, ну, меня уж потерпите, вот, вот, из того, что я пора рассказывать, или вообще, из чего-то другого, вопрос у вас есть еще? я возникаю. да, давай, давайте. да? Да. То, что подтверждается моим вопросом, что это говорили, я, наверное, полудесятка раз сталкивалась с ответами православных, и у меня такое было чувство, что я сталкиваюсь с противоборствующей стороны, хотя мы христиане, я и все больше и больше по обретению вот этого опыта, да, вхождение в церковь, я, наоборот, все меньше вижу различий, а мне кажется, что там их все больше. и последний раз буквально вот служители тоже из церкви в Свереево, в больнице вот в областной, они ходят, значит, разговаривают, и вот в прошлом году я была, и в этом году я была, и один и тот же вопрос мне задают. Я про Писание, и почему вы так много и дерзновенно об этом говорите? Почему у вас такое дерзновение, что вы знаете смысл сказанного в Писании? Ага, так, интересно. Я не сказала, что я из протестантской церкви. Да, и как вы объяснили, почему вы знаете смысл Писания? Ну, я сказала, почему вы думаете, что мне не может быть открыто? Во-первых, Господь Иисус, придя на землю, после воскресения, уже своего, когда Он объявился людям, там сказано, что Он от Моисея изъяснял Писание, все, что оно говорило о Нем. Это 1 Иоанна, 5 глава. И далее стих, что Он пришел, чтобы... Он сам им отверзть ум для понимания Писания. Аминь, 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 да. Вот. Это глуха. А в Иоанне еще сказано, что Иисус принес свет и открыл рану, тоже для понимания Писания. И если вот это все говоришь, они противостоят Слову Божьему. Потому что обязательно требуют посредника между сказанными, чтобы понимать... Что я, они мне утверждают, не могу понимать Писание, так как нужно объяснить, может только этот православный священник, или же святоотеческие книги, житие, бытие, и начинается. И придешь в храм там, при больнице, всегда они житие, бытие, все, что угодно, кроме Евангелия. Я говорю, так, давайте мы начнем с Евангелия. А они как будто этому противятся. Даже не как будто бы, а противятся. Противятся. И вот я понимаю, что мы, как протестанты, такие нетрадиционные динаминации люди, мы идем на сближение, мы с ними делаем эти шаги, потому что мы принимаем их как христиане. Христиане мы одной веры, мы даже не видим различий в апостольском символе веры. Они незначительные. Мы все больше и больше общего находим, а как будто та сторона, все больше и больше разницы между нами находится. Я могу объяснить, почему это. И картину поцеловать, когда они больным разгросили. То есть, а я сказала, что я протестантская вера, она опять отпрыгнула, эта женщина, и до двери, можно сказать, убежала уже из палаты. Вот как от чумы. Ну да. Мне это, конечно, очень удивительно. Ну да. К сожалению, мне это неудивительно. Я сам раньше так шарахался. От протестантов. Вот. Как от Латана. Вот. И, знаете... Доброе утро. Дело в том, что самая большая беда наша православная, если брать конфессионально, да, хотя это не только православная церковь беда, но самая большая беда наша в том, что подавляющее большинство священнослужителей разного уровня, и простых священников, и анаипачи, и епископов, и выше, люди, не возрожденные свыше. То, что Библия называет вот рождением свыше, новым рождением, люди, не пережившие. Подавляющее большинство священнослужителей, вот, допустим, люди заканчивая семинарии, академии, проучившись много лет, у подавляющего большинства из них напрочь отсутствует понимание, что Иисус Христос, Господь, Спаситель лично мой, и что Он может быть лично моим Спасителем, Господом. Напрочь отсутствует. И даже те семинаристы, которые, те, кто приходят в эти школы, допустим, да, духовные, и приходят с каким-то переживанием Бога, с пониманием, встретившись, там, в процессе обучения, убивается все доброе, светлое в человеке вообще. Промываются мозги так, что человек на выходе после этой школы, он, по сути, скажу так, духом антихриста наполнен, а не Христа. И подавляющее большинство священников поэтому у нас, не зная даже пути спасения, сами, и сами не входят, и входящим препятствуют всячески. И чаще всего это происходит неумышленно, на интуитивном даже, на подсознательном таком уровне даже. Любая попытка человека мотив Царства Божьего воспринимается священниками весьма агрессивно. И большинство из них даже не понимает, почему они это делают. Я сейчас это понимаю, почему это происходит. Дух антихриста и Христа это противостояние, сильнейшее противостояние. И во времена самого Христа, Машефа, земной жизни его, 2000 лет назад, это противостояние очень серьезно описано в Евангелии самих. Сама система религиозная, она не смогла воспринять и принять Христа. Люди религиозные, не атеисты, не коммунисты распяли Иисуса, а люди религиозные, набожные, вожди народа, казалось бы, кому сам Бог велел быть в первых рядах пробуждения, в авангарде пробуждения. Они стали и первыми душителями пробуждения. И особенно, когда Иисус воскресил Лазаря, это было, когда он подписал себе смертный приговор просто. Потому что именно после этого инцидента, как раз именно происшествия, и люди, вот эти религиозные вожди, они приняли решение убить Иисуса. Ну и зато и Лазаря написано. Они решили и Лазаря тоже убить. Все. Чтобы меньше было разговоров. Понимаете вы? Потому что это рушилась их религиозная система, трещала по швам. Даже в современном иудаизме, в религиозной традиции еврейско-современной, принято считать, а в те времена, тем более, боли, что лишь первых три дня они доступны, возможно, для возвращения человека из мертвых. Воскресение. Но Иисус в той сцене с Лазарем, да, он выжидал, он как бы спешил, но не торопясь. Выжидал еще. И он пришел в четвертый день. Специально. Это было сделано умышленно. В четвертый день, когда уже невозможно было. Нет, согласно фарисейскому учению, допустим, общепринятому в большинстве случаев, особенно в еврейском, как говорится, рабоче-крестьянском классе, фарисейское учение было очень популярное. Так вот, согласно этому учению, да, воскресение мертвых будет, но в последний день. И Марфа, и Мария это учение держались, и они сказали, да, воскресен брат наш, мы знаем, но если бы ты был бы здесь, не умер бы брат наш. А если бы умер, воскрес бы, да вот, уже все, как говорится, поздно пить в Боржоге. Все, четвертый день уже. Смердит. Но Иисус, Он воскресил Назаря. Он сказал перед тем, я есть им воскресение и жизнь. Он сказал, я есть им, это имена Его еще, имена. Мы говорим воскресение, подразумеваем Иисус. Мы говорим Иисус, подразумеваем воскресение. Мы говорим жизнь, подразумеваем Иисус. Мы говорим Иисус, подразумеваем жизнь. Я благодарен Богу, что даже из-за русского языка, особенностей, раз в неделю, даже в советское время, во всех календарях Советского Союза, раз в неделю имя Господа нашего было записано. Воскресение. Правда, люди не знали, кто воскрес, зачем воскрес и прочее, но имя его было прописано. Как в том анекдоте, да, про Брежнева? Ну, сейчас можно рассказывать. А, значит, когда там Косыгина, верно, встреча, значит, на Пасху дело было, в Кремле где-то, вот, и говорит ему, Леонид Ильич, Христос воскрес. А он говорит, а вот уже доложили. Да, ну у нас, да, вспоминают все об этом. Но, а по совести-то, действительно, это сам Христос, воскресение и жизнь. Вот, и он есть воскресение и жизнь. И он воскресил Лазаря. Но что было проще религиозной системе? Принять Машиаха? Или же, ну, это означало поломать систему свою, все. Проще было убить. А в зависти, преисполненная, религиозная зависть, это самый худший вариант зависти вообще во вселенной. Религиозная зависть, это такая зараза, которая Бога убила на кресте. Религиозная зависть, самая подлая вещь вообще, что есть. И ею руководствовались люди тогда. Ею руководствуется и сегодня. Вот. И... Ладно. Ну, знаете, что скажу еще. Поэтому молиться очень важно за священнослужителей. Я, значит, с удивлением, я помню, слышал тогда еще, в 80-е годы еще были семинарии в Загорске, тогдашнем, в Ленинграде тоже, ну, в меньшей степени было там. Слышал так от будущих священнослужителей, семинаристов, что, ну, спастись невозможно как-то. Вот такая была наша сантериология. Учение спасения. Если Бог решил, он спасет. Если нет, то как бы, как бы ты, не тушился, не пижился. А потому что там, вот, «Православное учение спасения» книжечка была у нас такая. Архимандрита еще. Сергия Строгородская, будущая патриарха. Учебник такой был. И плюс еще, значит, ну, тогдашнило аксероксов у нас. Были эти вот, под копирку делали набор одемных таких текстов. Подборка из жития святых. Сделали приложение такое семинарское, получается, сам издатовское, к этому учебнику. Подборка, выписка из жития святых разных. Многие из них там годами на столбах стояли, в пещерах жили и всякие другие странные вещи творили. Ради спасения души своей, как бы они говорили. Спасали свою душу. Вот. Про таких товарищей Иисус говорил, что желающие спасти свою душу погубят ее просто. Вот. И последние их изречения, записанные современниками, вошедшие в жития святых этих, они были там собраны вместе. И это чтение повергало просто в депрессию. Представляете, люди годами в этих подвигах находились, а перед смертью последних, то, с чем они уходили, они признавались ученикам, своим последователям, что они неудачники. Они идут в ад и нет прощения им и все. Но некоторые ученики говорили бы, хотя бы есть какая-то надежда, наверное, для тебя все-таки. Но ты же всю жизнь пропахал, как бы здесь вот на Царстве Божьем, вот в этих вот монастырях и прочее, вот добровольное заточение. Он говорит, не, не, точно нет прощения мне, нет утешения, никакого и прочее. Но правда, и потом были толкования, более поздние, отцов, что это, мол, они таким образом дурачили дьявола, как бы морочили голову бесам. Вот, значит, а глубоко внутри они все-таки были. Ну и давали еще напутственное наставление смирения, как бы, примера, смирения своим ученикам. А внутри глубоко, они все-таки понимали, что на самом деле они будут там в царстве божьем Ну, короче, это толкование Это как в исламе, допустим Сейчас мои родственники, многие, они стали религиозными мусульманами Раньше были просто обычными советскими Теперь стали многие религиозными, уже посещают мечети Даже один из моих братишек, Ренат его зовут, он стал даже один из учредителей мечети И знаете, я приезжал, общался с родственниками Конечно, странно очень Ну, ладно Значит, там все халяль в холодильнике Все с ковриками, все чин по чину Ну, ладно, я не против халяль Это почти что пкашер И нормально, в принципе, вкусно Но, говорю, знаете, при всем уважении Бог, Создатель В Коране, говорю, 99 имен Всемогущего Бога Я говорю, все то же самое я могу и Библию вам показать То же самое, есть те же, он и Творец, и Создатель И Милости Прощающие Но не хватает, говорю, на мой взгляд, одного, но самого важного для меня Вот, в моей вере, имени, что он мой отец Отец, наоборот, даже в Коране говорится, отцом для смертного, не называй его Это печально Потому что одна из мусульманок, ставшая евангельской верующей Написала такое свидетельство потрясающее Я в Казани как раз прочитал Общался с татарами, обращенными, принявшими Христа И вот это свидетельство прочитал у них Интересно очень Эта сестричка написала Она выросла в таких строгих правилах ислама В довольно ортодосальной семье И вот, став евангельской верующей, такой, читая Инжил Она приняла Иису как своего спасителя, Господа своего Иисуса И она написала, интересно так, озаглавила свое свидетельство Я осмелилась назвать его отцом Я вот это вот настолько сильно удивился Думаю, да, вот это самое для меня определяющее, самое важное Вот, и многие другие вещи Конечно, ладно Пусть Бог благоставит нас всех Братья и сестры Также по поводу Ну, со своей стороны скажу так Вот священники говорят такие вещи даже Ну, не слушайте их, ладно Вот просто Как будто бы мимо ушей пропускаете просто Благоставляйте, любите по-прежнему И благоставляйте Вот Потому что я тоже гадости всякие говорил и глупости Было такое Я помню Одна женщина там Начала мне доказывать Ну, как бы Я с протестантами стал встречаться С одним и другим Пятым, десятом Вот Значит, первый протестант вообще в моей жизни С кем я познакомился Это был Брат Григорий Он сейчас пресс-фитером является В городе Сураж Брянской области Очень такой брат Я, значит, очень рад вообще Что Бог мне дал вот с ним первым встретиться Он такой, знаете, вот Ну, правильный человек Будем так говорить Правильная встреча была В правильное время И Я думал, что он православный А потом выяснил, что он, оказывается, протестант Ну, я пожалел его, как бы Значит, думал Надо же погибать Душа такая Ну, вроде светлая Умная, но Пожалел его неугодность Думаю, ну, может он попал Знаете, ну, всякое в жизни бывает Спотнуться Упал человек, значит Вот, значит Думаю, надо спасать как-то товарищ Вытаскивать его Вот Значит Я же не знал, что он родился в этом Вообще Что Он сектант Сектантыч Сектантский Вообще Его дедушка и бабушка были баптистами Его мама и папа Десятниками То есть, короче Он вообще Он из рода такого Вообще Это я же не знал Ну, вот, значит А нам говорили в семинаре Еще помню Тогда еще Генрием Боровик, кстати Вот, он вел международную панораму Популярный был дядь В то время В 80-е годы В 87-е год Как раз Он как по телевизору Смотришь, так интересно Он так же в руки положил Рассказывал о моральном Облике советского священника Так интересно было вообще Вот, по его мнению Вот все так называемые сектанты Песятники, баптисты и ежедневные Это как бы вот Через одного агента мирового империализма Значит У него ярко выражена антисемитская И антиамериканская позиция была такая Вот И, значит Он считал, что нашу советскую родину Они хотят задушить Вот И, значит И вот Агенты их влияния У нас Это вот Всякого рода протестанты Это первые враги Советского строя нашего Вот Он считал, что через одного Либо вот такие Либо Вот Да Работать на СРУ и МОСАД Значит Вот, значит И, значит А еще По его мнению Интересно так было Вот баптисты Разница принципиальная Баптисты и Песятники Ну, в то время Они были в одном Одним скопом Но Он их разделял Классифицировал Вот баптисты Это, говорят, тихие сумасшедшие Как бы А вот те Это, которые буйные Но палата одна Ну, говорит Сейчас настоящие Буйных малых Вот раньше были Вот там, да Вот эти Типа Воронаева И прочее Получается, какой поп Такой приход А, ну, всегда так Знаете Какой приход Я бы хотела Подарить Вот эта книжечка Наших приходов На сегодняшний день Ташовский Православный церквей Да вы что? Ну, тут, конечно Если прочитать Можно до маразма дойти Нет, ну, картинка Это лучшие пожелания Полинских советов Батюша Вот это Наши секвяты Что не вопрос Он, знаете, как раньше Задорнов собирал Такие мысли А я собираю Вот, пожалуйста Вам скажите Я не Задорнов, но Ты старшка От священника Можно? Хорошо, да Спасибо Нет, я собираю Некоторые вещи Я потом Они батюшек Продо мне обижаются Потом Можно вам вопрос Вопрос Да, да Скажите, пожалуйста Вот в Библии написано Что Отец у нас один Да А если вы Реформаторской церкви Почему вы себя называете Отцом Сергия А, да Ну, это больше как псевдоним А, все есть Ну, да Вообще, если там По правилам Владыка Владыка Сергия Потому что Я епископом являюсь Канонично Но Дело в том, что Вообще Это, конечно, беда большая Вот Вот это титуломания Всякое и прочее Вообще Все мы братья Братья И сестры Вот Но Как правило Если священника Назовешь братом Он обижается сразу Поза становится И вообще Как-то Вот Тамбовский овк тебе, товарищ Какой ты брат Значит Понимаете А все из-за чего Опять-таки Вот эта гордыня религиозная Похоть отчей Гордость житейская Вот И Но с другой стороны Есть Понимаете ли С одной стороны Господь наш Он и учитель И наставник И отец Все Но с другой стороны В церкви должны быть И учителя И наставники И отцы В том числе И Хотя Тысячи наставников Даже Много И тогда было И сейчас Но отцов Мало Настоящих Отцов мало Вот Но Все не должно Превращаться в титуломанию Ни в коем разе Есть Есть крайности Такие Обычно В протестантских церквях Другая крайность Вообще Никого не называть Батюшкой Отцом В православии Другая крайность Вот Что не поп То и бать Как говорят Знать себе Но И то и то Крайности А на самом деле Это должны быть Отцы И учителя И наставники В церкви Но Господь нас Предупреждает Против Вот этой Титуломании И гордости Религиозной Мне очень нравится Как в старых Синагогах Как в родной Синагоге Иисуса В Назарете Там реконструкция Этой синагоги Там Значит Проповедующий Он Не на сцене Был Не выше всех А спускался Где-то посреди Получается Стоял Во-первых Во-вторых Это было Он опускался Ниже всех Получается Вот Значит И тем самым Показывало Что центром Здесь Хотя он говорит Слово Но Взгляды всех Не на него А на Всевышнего Вот Очень правильно Вот То же самое У ранних протестантов Было У Этих Менонитов Там У Маравских братьев Значит У Амишей Вот В Фенсильвании Был у Амишей В Нью-Йорке В собрании Тех таких старых Таких Протестантских Старобрянцев Будем договориться Очень интересно Тоже Вот Именно В такой Простоте Такой Евангельской Простоте Собрание Проходит Вот Это Хорошо Вот Ну Как-то Так Скажите А Киевский Почему Вы Когда Вас Представляли Сказали Что Вы Киевский Да Яридически Являюсь Киевским Гражданин России Но Являюсь Украинским Епископом Вот Меня тоже На границе Спрашивают Особенно Сейчас Из-за Этой Войны Всякой Там Спрашивают А почему Российский Гражданин А украинский Епископ Я обычно Пограничникам Говорю Так Ребята Говорю Я говорю За дружбу народов Вообще Все Не трогайте Не чипайте Я за дружбу народов Говорю Я Благоставляю всех Молюсь за всех А Ну тогда Проезжайте Проезжайте Короче Не было проблем Пока Слава Богу Вот В Киеве С 97 Года С конца И до 2004 Года Прожили в Киеве И там В Киеве Я начал Новую церковь Которая До сих пор Существует Развивается Распространяется Значит Я передал Служение Потом Моим братьям Священникам Епископам Они так и несут Служение В основном Как раз В Киеве И по Украине А также Молдова Румыния Белоруссия Вот сейчас Россия И Грузия Грузия Вот То есть В разных странах Бывшего Союза И Ну и Румыния Ну тоже Советский блок Бывший Вот Развивается Наше служение Вот А также Значит Сейчас Вот Даст Бог США Америка Потому что Там есть Харизматические Православные Церкви С которыми Мы сотрудничаем Тоже И Значит Американская Православно-католическая Так называемая церковь Это объединение Очень разных Таких церквей Неканонических Православных Такое Уже формальное Даже объединение Вот Значит Существующее А харизматическое Православное Церковье Епископ Марк Керси Интронизирован Как патриарх Харизматической Православной Церкви Это Симеон Иоанн I Один из Патриархов Значит На американском Континенте Вот То есть Православное Служение В разных Странах Мира Оно Претерпевает Такие Изменения В США И проповедую Американских Церквях Православных Церквях Нормально Там Вот тоже Там есть камеечки Стоят И под гитару Священники Поют И песни Поют Те же Что и Евангельские Баптисты Там И харизмат И крестьяне И Как бы Вот эти все Межконфессиональные Межцерковные Все эти Барьеры Которые порой У нас здесь Болезненно Очень воспринимаются Там они вообще Ничто не значат Фактически Для большинства Людей Вот И мне это очень нравится Даже во Флориде Допустим Такой южный Такой курортный Такой штат Значит Там был я на встрече Там вообще центр Находится Как раз Харизматической Православной церкви В Сан-Агустине Город И там была встреча Православных Священнослужителей Американских В основном Греческого происхождения Вот Африканского И греческого Происхождения Я был там Как гость С Россией В том собрании И мне понравилось Знаете что Там были разных Патриархатов Разных юрисдикций Канонических Неканонических Разных были Но Самое интересное Вот с точки зрения Там канонов Одних, других Там Эти правы Те неправы Но это не помешало Нам всем вместе Вот Попить кофе Общаться Помолиться Все вместе Давали слово Всем Ну Не всем понятно Но Они кому уже Заранее там уже Там уже Доверили слово Ну а мне тоже микрофон попал Как гостью Значит Ему интересно было Услышать Как бы Голос Со стороны Ну я там Правду матку Тоже Резал Вот Значит Рассказал Своё свидетельство Рассказал Что я вот Не молюсь уже Ни Богородиц Ни святым Никому Только лишь Богу одному Вот И чего И вам желаю Как бы Иначе И прочее Ну было видно Что многим Это не очень нравилось Но Нормально Все В конце пообщались Разъехались Нормально Друзьями Братьями Все понимали Что разные понимания Есть разный уровень Духовности Понимания Значит Да В большинстве Остались мы При своих же Этих мнениях Некоторые вещи Пересмотрели Может быть Но Это не помешало Нам остаться Братьями Это вот Мне вот Очень нравится Я мечтаю Чтобы и у нас Подобные встречи Были Разных Служителей Разных конфессий Даже вчера В Твери Хорошее было служение Но вот Не хватало Изюминки Такой всякой Чтобы было Много всего И чтобы мы Выслушали все Сущность всего И во вторых Конфессиональное различие Имя Господа Иисуса Христа Просто утвердили Что Господь Спаситель Аминь Да Вот последний Телевизор Сейчас показывают И О, вы еще не смотрите Телевизор Я там Растраюсь Растраюсь А Ну Тоже так Левый тело Ну Мне очень нравится Андрей Ткачев Например Я его слушаю И Я соглашаю Со многими Его взглядами И мыслями По поводу Православной церкви У Смирнова Так же есть Немного И для меня Они тоже Как бы Реформисты С одной стороны Революционеры Потому что То что говорят О чем он пишет Книговского Своих ткачев Ну Это очень разница С тем Что я вижу В Таршке Я не знаю Про других церквях Но В той православной церкви Города Таршка Которую я заходила Я даже Уже Было время В период Что я ушла Из протестантской церкви И искала Православие Но Не смогла Я все равно Как бы Уже Адаптироваться И меня там Тоже не принимали И спокойно Были Потому что Я задала Ну да Вы так как Народное тело Будете Да Так вот Можно считать Что Они тоже Как революционеры Что Действительно Эти перемены Грядут Как вот О чем Говорит Ткачев А что ж Наши там Священники Не слушают Дело в том Что Эти братья Названные уже Их можно назвать В какой-то мере Тоже Реформаторами Вот И Сейчас Церковь в России Православная В целом На пороге Больших реформ Это уже Думаю Многим Очень ясно Священникам Просто Как говорил Сто лет назад Сто лет назад еще Александр Лединский В Петрограде Выступая Он сказал Такие слова Ему тоже вопрос Задали Почему у нас Церковь вот такая Почему бардак такой Значит Он сказал так Что вся беда у нас в том Дословно Цитата Что Бошество наших Священников Живет по принципу До нас положено И лежи оно Во веки веков Понимаете Значит Кем положено Что положено Вот Пусть оно будет Принюхались уже Даже мне не священники Некоторые говорили так Что даже если Ты где-то и прав Даже если где-то там Что-то Неправильно делаем Хорошо Но ведь уже Прикипело Присохло Принюхались Че это Ворошить Сейчас к ней Это вонять будет Зачем Оно тебе надо Не тебе Никому не надо Пусть Как есть Так и будет Большинство священников У нас живет По такому принципу В общем дело Очень мало таких Как вот Ткачев Смирнов Там прочие Вот Значит Смирнова Я лично просто знал В 90-е годы В Москве И он тогда уже был Ну я честно говоря Не очень Одобряю его Действия Я очень не люблю Когда хамство Бутина там Тьмоле Если оно грязь Вот Грубости Я не люблю Хотя иногда Может быть Его и понять Можно Но В целом Не одобряю Я его Но в чем-то Да Как реформатор Он действительно Как реформатор В чем-то Да Многие вещи Пересмотрел он Отношения К служению К самому Но опять-таки Настоящая Настоящая реформация Она тогда Когда Иисус Христос Занимает центральное место В личном моей жизни В церковной жизни Когда Священные Служители Проповедники Неважно кто Когда они Действительно Провозглашают Истинную евангельскую Вот Понимаете В чем Задача Врагата Сбить Спонталыку Как бы Сбить Прицелы Вот то что Христиане Сейчас называют Христосентричностью Вот Александр Мейм Покойный Да Он в большей степени Именно был реформатором Хотя он тоже Традиционный священник Был Но он во многом Больше реформатор Почему? Потому что Вот его Христосентричность Это как раз По сути Вот Банацея Для церкви Исцеление для церкви Для тела Христа Иисус говорил В третьей главе Иоанна Что Как Моисей Вознес змею В пустыне Так должно быть Вознесено И Сыну Человеческому Чтобы всякий Верующий в Него Не погиб Но имел Жизнь Вечную И вот Друзья Вот как раз Жизнь вечная Лишь во Христе Иисусе И для любого Христианина Действительно Для любой конфессии В динаминации Реформация в чем? Взирать на Христа Взирать на Иисуса Как Знаете ли Один из философов Еще 19 столетия Говорил Что Христос Это тот Иисус О ком даже Одна мысль Делает мир чище И мой мир Внутренний Делает чище Действительно Вот даже По мысли о нем Произнеси его имя И ты ощущаешь Это просто Удивительное Событие Происходит И в тебе Внутри Во всем Человеке Вот В сцене С этими Змеями В числах Мы читаем Да Иисус ее Как раз Вспоминает Моисея Который вознес Змеи в пустыне В числа Там описывается Что змеи Жалили евреев И всех Вышедших Из Египта Из-за их Ропота Греха Змеи Имели доступ К ним И Сегодня Христианство Тоже Укушенное И много Змей Впивается В тело Христа По грехам Из-за Отступничества Но выход Для Даже тех Кто уже Казалось бы Мертвый Уже Все Через не могу Через не хочу Просто Возри на Иисуса И Это одно Иисус Иисус И это уже Очищает тебя Освобождает тебя Оков Падает Рушится Это и каждый Верующий В своей жизни Проходит Опытно Больше Или меньше И И Каждая Поместная Церковь Это И конфессия Деноминации Поэтому Для любой Конфессии Для любой Деноминации Реформация В чем Чтобы Иисус 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 В этом Есть Поэтому Александра Я с большим Основанием Могу назвать Реформатором Потому что Он Да Он конечно Имел свои проблемы Серьезные Духовные Но Последние Годы жизни В конце Восьмидесятых Он Стал Очень Христосентричным И Последний Год его жизни Девяностый Год Когда Убили его В девяностом Году Он много Выступал В Москве В частности На Красной Пресне Выступал В ДК Эти Его все Выступления Были Христосентричные Чрезвычайно